Весело, интересно и познавательно. В Самаре в библиотеке номер 25 отметили закрытие недели детской книги. Для юных читателей приготовили насыщенную интерактивную программу. За каждое выполненное задание участники получали букву. Пройдя все испытания, ребята должны были составить ключевое слово. Давайте быстро, сюда, мальчики. Две команды. Сюда девочки. Дети соревновались в ловкости, смекалке и демонстрировали свою эрудицию. Отдельный блок был посвящен творчеству Александра Пушкина. В этом году исполнится 225 лет со дня рождения великого писателя. С его произведениями многие ребята уже знакомы. Некоторые легко цитируют. Ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом. Белка в нем живет ручная, да чудесница какая. Белка песенки поет, да орешки все грызет. А орешки непростые, скорлупы-то золотые. Ядра чистые изумруд, велку холят, берегут. По словам сотрудников библиотеки, привить ребенку любовь к чтению просто. Главное, чтобы он воспринимал этот процесс как игру, а не как наказание. Взрослым остается только придумать правила. А главным героем станет книга. Мы растим себе читателей, вот, и, ну, учитываем интересы детей. Книгу можно же представить по-разному. Можно сесть и прочитать перелестовые странички, да, можно книгу проиграть, можно книгу прорисовать, промастерить. То есть мы живем книгой, крутимся вокруг книги, и все наши действия, они книжные. Современные детские книги выходят на новый уровень, становятся интерактивными. Такой формат привлекает внимание как детей, так и взрослых. Новые книги с крупными иллюстрациями, виммельбухи, книги 4D с движущимися картинками и героями, книги пазлы, книги панорамы им очень нравятся. Их персонажи могут двигаться, картинки источать ароматы, а страницы разговаривать с читателями. Все это, по словам специалистов, помогает включить у ребенка разные каналы восприятия информации. Зрение, слух, осязание и обоняние. Книгу в руке приятно там полистать, ее посмотреть картинки. Когда читаю, смотрю на картинку, там, ну это все передается как-то, эмоции какие-то. Я люблю читать! Ксения Баканова, Петр Поломеев, События.